Спасибо большое, глубокоукажаемый Виктор Егорович, презентацию Воротникова. Включите, пожалуйста. Уважаемый Виктор Егорович, уважаемая Надежда Викторовна, уважаемый Виталий Юрьевич, уважаемые коллеги, друзья. Вот и настал день, когда мы с вами встретились. Встретились, действительно, не каждый вуз, так сказать, берет на себя такую ответственность встречать проекторов по науке, ничего против не имея других проекторов, да, всегда об этом говорил, они все важны, все нужны, но именно глубина вуза, она видна, так сказать, по науке. Вот, как правильно сказал Виталий Юрьевич, то, что там блеск, то глубина, вот именно это научная деятельность. Поэтому спасибо Виталию Юрьевичу за прием на Брегах Невы, так сказать, нас всех. 17 февраля назначены восполняющие обязанности ректора Нижегородского университета. 10 вузов сейчас находятся в системе Миноборнауки, Министерства науки и высшего образования. Но они все в семье ассоциаций, они все в семье ассоциаций, целиком и полностью. И вот со мной проектор тоже приехал, Александр Басонов и другие все, потому что мы не можем без ассоциаций, это все понятно. Значит, что касается работы. Совет, вот нет такого совета проекторов по науке в Миноборе, это идея, так сказать, целиком полностью нашей ассоциации. Еще Галина Васильевна начинала, Петрова, эту деятельность, много сделала. Потом с 2015 года мы уже пошли с Ульяновска, как могли нашим советом, вот Андрей Георгиевич кивает, работать. Ну а то, что вот сейчас у нас произошло, и Людмила Анатольевна Запорожцева взяла на свои хрупкие женские плечи. Мы все были в Воронеже, видели, что это человек с большой буквы, у нее все получится, он сколько вопросов сегодня задала всем, даже, так сказать, департаменту. Поэтому все на правильном пути, и я думаю, что такая вот эволюционная трансформация, она нам всем нужна, без вот этих всяких потрясений. Ну а так вот для разгрузки, ну что, мы в Миноборе 10 вузов, но для информации мы вам небольшой подарок сделали на 19 баллов у нас ЕГЭ выше, чем у вас. Поэтому, ну, так сказать, хоть как мало, но приятно в этом году, по крайней мере. Далее, о чем я хотел сказать, о чем я хотел сказать. Совершенно правильно было сказано, вот этот посыл, то, что наш совет работал, создан центр, несколько лет, ну, с 2015 года он собирал информацию на базе Вавиловского, наши университеты. Вот ребята меня слушают, пишут мне здесь, кто занимается сбором, там Петров Константин, мой ученик, занимаются и другие коллеги. Они так продал, продолжают по госзаданию с департаментом. Я думаю, Мирослава Васильевна расставила все приоритеты, и действительно, первое, что нам всегда говорит департамент, и сейчас это укропнение тем, это уход от многотемья, и РАН тоже самое всю экспертизу проводит, и уход в долгосрочные проекты. Но с чем я не согласен, и об этом мы говорим, все равно нельзя забывать о фундаментальных научных исследованиях, вот как бы мы не хотели, потому что, ну, как бы мы черпаем все это из этой сферы. Поэтому будет резолюция, Людмила Анатольевна, она все это обобщит. Вот, напрямую всем, так сказать, посыл мы должны давать откровенно, открыто об этих проблемах. Что сделано? Вот нашей группой на базе Вавиловского университета, ну, база данных хорошая, сформирована, она будет вся передана, значит, дальше Людмила Анатольевна и уже передана. Разработки по отбору тем мы проводили долго, это не сразу у нас такая система сформировалась, отбора. Есть целая работа, о чем сейчас вот говорила, Мирослава Васильевна, работа со союзами, с департаментами. Мы всегда говорили, надо оттуда начинать, и мы начинали всегда от этого, мы собирали темы, и вот учитываем все эти приоритеты, которые нам говорит наше высокое руководство со всех трибун. Если говорить об системе ЕГИСУ, то же самое. Сейчас активно мы работаем с этой системой, спасибо коллегам за выступление, анкету наша группа готовит, сейчас она будет доработана и вновь для мониторинга сброшена в ВУЗы Минсельхоза. Значит, единственное, что опять же в резолюции надо отразить для товарищей, которые выступали по ЕГИСУ, учитывать и, по крайней мере, отслеживать экспертов, которые проводят анализ, чтобы техническое задание, как правильно было подчеркнуто, по которому мы шли, оно соответствовало отчетности. А то получается, что разные эксперты. Более того, Академия наук действительно смотрит несколько с фундаментальной позиции на нас, и прикладные исследования как-то не замечает или считает мелкотемьем. Это не всегда, поэтому правильно надо в резолюции и по включению в состав экспертов наших людей из нашей системы. Иначе будет так продолжаться и продолжаться. Нам, работая проектором 10-го года, возвращали тоже темы по-разному. Не всегда есть объективные, есть и субъективные вещи. Ну, не всегда это так. Все это было сказано по объемам. Ну, вот они объемы, коллеги. То же самое, надо говорить об увеличении объемов. Ну, что такое? Вот это одно и то же. Потому что прекрасно выступили представители высшей школы экономики, прекрасные задачи поставило. Но, вы понимаете, коллеги, на таком объеме мы их не выполним, я вас уверяю. Там такие фундаментальные проблемы, я не знаю, и глобальные тематики, это государственного уровня. Поэтому здесь должна корреляция быть поставлена между одним, вторым и третьим. И это тоже можно в резолюции отразить данные проблемы. Структура у нас аграрная, всегда прикладная. Вот результаты, о чем прекрасно выступил, значит, Мирослава Васильевна рассказала. Вообще, когда вот нас критикуют, я сразу говорю, пусть критикуют, но продовольственная безопасность России и мира во многом обеспечивается аграрными вузами, а в аграрных вузах проекторами по науке. Поэтому вот так вот надо себя немножко чувствовать на высоком научном уровне. Тогда и живется легче, и работается лучше. Значит, результаты. Я не говорю, что это вот все основные, я просто представил, вот на слайдах выбрали мы. Тимиринская юбилейная, это вот сорта пшениц, дальневосточный ГАУ, получили результаты по итогам. Калевер, ГАРО, Башкирский аграрный университет и ГОРОХ, Башкирский аграрный университет, белгородцы, ячмень, омский ГАУ, значит, лидеры, вот по, значит, пырей, там, сои у них, другие раздаводки. Эхать, БАТАТ, это Тимирязевский аграрный университет. По ветеринарному блоку, здесь тоже у нас большие достижения, есть и зарегистрированные, и кормовые добавки, и тест-системы, я не буду, значит, здесь утруждать ваше внимание. Ну, вот есть, например, на слайде разработки Омского аграрного университета по лекарственным препаратам для, значит, коров. Интересные разработки растительно-бактериального комплекса для телят, это и управление микроклиматом птицоводства Санкт-Петербургского аграрного университета, разработки по кормовым добавкам ряда коллег. Здесь вот можно поспорить даже с тем, что у нас нет разработок вот в области кормовых добавок, у нас их много, мы их патентуем. Другое, потому что у нас не всегда с индустриальными партнерами связь, тоже проблема, мы должны тиражировать туда, более активно. Если говорить об вот этих добавках, вот они представлены, это и Бурятская СХ, и Казанский ветеринарный институт институтной медицины. Инженерный блок, надо, так сказать, отметить ряд разработок, но это как-то мы уходим пока, вот от этих задач, они как-то тяжело идут по агроинженерии. По нормативным документам, вот разработан ряд разработок Тонского УГАУ, по наилучшим институтным технологиям, результаты патентования, они налицо, это все, в общем-то, мы видим и в статьях, и в публикациях, и на выставках. Мы, конечно, сейчас должны вспомнить, мы должны сегодня вспомнить, значит, прошлый год, ровно, так сказать, у нас год назад, нас встречал Башкирский аграрный университет, значит, под руководством ректора и проректора, значит, Ивана Чудова, вот мы сегодня уже, это уже история. Проект, связанный с «Золотой осенью», где мы выступали вместе с нашей ассоциацией и вузами по технологическому суверенитету и продовольственному суверенитету, где рассказывали как раз о вкладе аграрного блока в независимость и суверенитет. И, про ЕГИСу было уже сказано, какие направления развития, я не буду останавливаться долго и говорить об тех перспективах, вы все их прекрасно знаете. Мне нравится вот эта инициатива, значит, профессорского форума, выделять проректоров аграрной науки, это важно, выделять, так сказать, лучших и определять профессоров лучших. Это вот надо все это поддержать. Какие, как бы, тренды на перспективу? Они будут в резолюции потом, значит, но главным образом, конечно, трансформация пойдет по ряду направлений. О чем было уже сказано? Это тематика, трансформация тематик фундаментальных и прикладных, с учетом новых вызовов времени, которые у нас действительно нуждаются в доработке. Это междисциплинарный, даже мультидисциплинарный характер тематик. Не надо этого бояться, и команды должны быть междисциплинарные во всех знаниях. Это интеграция с ней РАН. Почему РАН нам дает оценку? Не всегда, так сказать. Надо интегрироваться. Вот мы включили, так сказать, недавно в структуру нашего университета, Нижегородского сельскохозяйственного института РАН. Прекрасно, объединимся, будем проводить совместные исследования. И то же самое с индустриальными партнерами. Надо быть ближе, это тоже один из трендов. Форма партнерства, вот надо искать. Частного государственного партнерства с индустриальными компаниями, это пока еще большое белое пятно. Но мы должны это все анализировать. Трансформация международная тоже должна идти активно. Мы должны, сейчас немножко мы перестроились все. Вот акцент, так сказать, на, например, мы делаем сейчас на российско-белорусское сотрудничество, на соццентр российско-белорусского сотрудничества в области науки и образования. Были недавно Белагра в Минске. И коллеги, наш Алексей был, Носов из Пензы. Мы активно работаем и перестраиваемся вот туда. И другие, потому что в научном плане мы все говорили вот там, далеко хорошо, далеко хорошо. Вот где надо нам искать тренды на ближайшие 5-10 лет. Цифровая трансформация, это по-любому она всех нас заставляет развиваться. В итоге вот такие как бы тренды, они, надеюсь, найдут отражение в нашей резолюции. Здесь в целом, так сказать, наукообразно представлено. Я старался вот представить более конкретно. Ну и завершая свое выступление, я всех, пользуясь случаем, приглашаю на присоединенном НИИ. У нас будет 14-го числа, 14-го июля день поля проходить Нижегородской области. И я вот написал вот это выражение, сидел, думал, вспомнил. Питер – голова России, голова. Москва – ее сердце, а Нижний Новгород – карман. Вот не знаю, почему, карман, говорят, что много раньше было там ярмарок. Поэтому приглашаем всех, а спасибо за прием, значит, вот еще разок, нашему аграрному вузу Петербурга. И Виталий Юрьевич, спасибо, коллеги. Георгий Анидович, большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Готов ответить, если есть вопросы. Так, вопросы, пожалуйста. Вот у меня вопрос. Чем отличаются фундаментальные исследования и прикладные? И может ли быть прикладные научные исследования без фундаментальных? Я, допустим, не вижу, где можно провести границу. Вот как вы считаете? Хорошо, спасибо за вопрос, Виктор Юрьевич. Значит, но прикладные научные исследования, они решают конкретную задачу, поставленную вот в производство, практикой. Это прикладные. Вот они, как правило, они краткосрочный характер имеют, конкретную, так сказать, измеримый результат, практикой, положить практикой, да, оценен эффект какой-то. Фундаментальные исследования – это исследования перспективные, на долгосрочную, так сказать, перспективу, на 5-10 лет, так сказать, 3-5-10 лет. Здесь не всегда задача, она заканчивается каким-то эффектом, она может заканчиваться и исследованием, продолжением исследований. Фундаментальные исследования предшествуют, Виктор Юрьевич, прикладным. И на них, на фундаментальных, уже строятся прикладные. Вот как бы фундамент для прикладных – это вот фундамент на мой взгляд. И вот теперь чиновники-бакалавры определяют, кто какую делает науку, прикладную или фундаментальную. Он ни одного опыта не провел, не знает, что такое, как можно без… В тренде между ними еще появились поисковые, их куда это? Да, поисковые – это еще сложнее. Коллеги, понятно, наши все вузы, они прикладные, но 10-15 до 3-й должно быть все равно фундаментальных. Вот и… Игорь Леонидович, вот смотри, вот я исследую кормовую добавку. Да. Я провожу это прикладное исследование или фундаментальное? Я исследую, насколько данная кормовая добавка влияет на рост животных. Это больше прикладная наука. А если вы создаете… Нет, подожди, а фундамент… Фундамент – это вот генетические все исследования, испытания, они предшествуют этому. Ладно, мы сейчас будем спорить очень долго, поскольку действительно границы между одним и другим нет. Я в этом давно убедился. Крутирные. Нет границы, потому что делая какую-то прикладную науку, я обязательно должен провести эксперименты, которые являются, собственно говоря, фундаментальными. И вот это вот деление, особенно сейчас оно почему-то так. Все, мы фундаментальные, мы тут такие, мы тут все фундаментальные, мы вот в Академии наук, мы просто-напросто тратим деньги и что-нибудь получится, может. А вот вы давайте обязательно, чтобы это самое включилось. Да, да, совершенно верно, Николай Иванович. Вот я тоже общаюсь с вузами Минобра, вижу, много увлекаются вот этой вот фундаментальной, а практики там мало. А у нас наоборот. Нам надо сказать золотую середину. Эту муху туда-сюда таскают по столу и считают, что это фундаментальные исследования. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Иванович. Спасибо.